Добрый день новости на телеканале ЮГРА в студии Илья Райшев. На этой неделе в Сургуте и Сургутском районе зарегистрировали более 30 случаев заболевания коклюшем. Рост статистики и санитарные врачи фиксируют уже на протяжении последних нескольких недель. Связано это с несколькими факторами. Во-первых, коклюш – болезнь цикличная, всплески вируса наблюдают каждые пять лет. Таким стал и 2023 год. Во-вторых, в этом году был снят ряд ковидных ограничений, что привело к циркуляции и других вирусных инфекций. Третья и, пожалуй, основная причина, как считают медики, – отказ от вакцинации. Основная часть заболевших – граждане из ближнего зарубежья и непривитые югорчане. Те, кто прошел вакцинацию, но все-таки переболел, отмечают легкое течение заболевания, в отличие от остальных. Иммунная прослойка населения, впрочем, в Сургуте и Сургутском районе, большая. Это 95% населения. Большая часть заболевших – это дети. Доминирующее число заболевших – это школьники, и они составляют более 50%. Второе ранговое место занимают неорганизованные дети, составляют более 17%. Третье ранговое место занимают дошкольники и составляют более 14%. Во-первых, да, большой миграции населения. И второй фактор у нас в городе Сургут – это один из крупных хабов, это аэропорт наш. И это связано с распространением непосредственно того или иного инфекционного заболевания. Коклюш, напомню, является вирусной болезнью и передается воздушно-капельным путем. Характеризуется сильным приступообразным кашлем. Игнорировать этот симптом, говорят врачи, нельзя. Нужно сразу обращаться в больницу за грамотным лечением. Осложнения после неверного и самолечения могут быть опасными. От пневмонии, атита и разрыва барабанных перепонок до кровоизлияния в мозг. До 2019-2020 года практически у нас не было коклюша. Сейчас, к сожалению, в том числе и в Сургуте, коклюш достаточно часто выявляем и часто обнаруживаем у детей. Это как следствие, это отсутствие приверженности к вакцинации. В Нефтьюганске не обошлось без погони. Ей предшествовала авария. На перекрестке улиц Ленина и Нефтяников столкнулись автомобили Porsche Cayenne S и Lada Granta. Водитель иномарки с места происшествия скрылся. По ориентировке полицейские нашли транспортно-нарушителя. Но тот, несмотря на требования инспекторов, не остановился. Во время преследования водитель не справился с управлением и врезался в фонарный столб. За рулем оказался 23-летний житель Кургана, не имеющий водительского удостоверения. К тому же молодой человек был пьян. А люксовый Porsche, на котором он катался, принадлежит крупной организации и находился на автомойке, где работал нарушитель. Пользуясь служебным положением, он украл ключи от машины и отправился на поиски приключений. 0,762. Много, да? Ну, так-то да. Чем меня вообще такое гараздивало? Я вообще думал, как-то просто покатаюсь, потом обратно поставлю ее. Водитель, сбивший накануне пешехода в Ленторе, был пьян. Такую информацию сообщает в своем телеграм-канале полиция Югры. Напомню, 20 декабря водитель BMW X5 на нерегулируемом переходе не предоставил преимущества пешеходу. В результате ДТП 61-летняя женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи. В отношении 39-летнего мужчину возбуждено уголовное дело за нетрезвое вождение с нарушением ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. В следующем году в Сургуте планируют утеплить более 30 остановок. Такие планы озвучили в администрации муниципалитета. До 2022 года в городе уже смонтировали 17 остановок с инфракрасными обогревателями и теплыми скамейками. Позже разместили еще 33 остановки нового образца, но уже без элементов обогрева. Теперь и эти пункты получат теплые скамейки и обогреватели. Все комплексы оснащены видеонаблюдением. Цена каждой такой остановки чуть более 1 миллиона рублей. Обслуживанием и ремонтом объектов занимается специализированная подрядная организация. Напомню, в городе трансформируют систему общественного транспорта. В этом году запустили новые маршруты, а уже в январе на линии выйдут 30 новых автобусов. Ну да, тепло, уютно. А в морозы? Вот как раз в морозы очень полезно, потому что то постоянно минус 38, еще что-нибудь, и типа сесть, тепло, хорошо. Потому что, ну, стоять, например, если устал, там, где скамейки холодные, ну да, просто не сядешь. Хорошо, что есть такие остановки, но жалко, что не везде, потому что после школы мы... Здесь мы на пересадке, на пересадке едем, когда возле школы остановка есть, но без тепла, и там мы долго ждем автобус, и там очень холодно. Конечно, нужно. Чем больше, тем лучше. Особенно в одноленых таких остановочных павильонах, где нет, там установки лучше. А так-то здесь нормально, все хорошо. По скамейкам точно знаю, что поверхность элементов, то есть самой скамейки, до 30 градусов должна держать. Это при нормальном условии погоды. То есть, соответственно, если на улице у нас минус 30, температура поверхности скамейки там должна быть плюс 30. Реформа общественного транспорта в Саргуте продолжится и в следующем году. Напомним, весной власти города полностью изменили систему движения городских автобусов. Увеличили количество транспорта, изменили маршруты, ввели пересадочный тариф. Реформу намерены были провести в теплое время года, чтобы саргутяне гости города успели адаптироваться к нововведениям. Но ближе к зиме стало ясно, что привыкнуть до сих пор не получилось. На горячую линию по вопросам транспортной реформы ежедневно поступают звонки от недоумевающих жителей. Власти идут горожанам на уступки, прислушиваются к их негодованиям и меняют маршруты и расписание движения автобусов. Как сообщили в Сургутской думе, реформы было не избежать и власти даже опоздали с нововведениями. Ведь прошлая система общественного транспорта действовала на протяжении 20 лет. Кто ничего не делает, тот не ошибается. Но здесь ничего. Администрация с минимумом ошибок, надо отдать им должное, с минимальным количеством ошибок работает, но не без этого. Путь трудный, мы его не проходили. Все это первый раз такое масштабное изменение. Еще раз повторюсь, если бы это было поэтапно, постепенно делали в предыдущие периоды, сегодня было бы значительно намного легче. Мы бы имели опыт этой работы. А так мы фактически с ноля в этом году начали новую транспортную реформу. Но ждать больше уже было невозможно. О чем еще говорят в интернете, смотрите в нашей рубрике «Югра онлайн». В транспортную систему Югры внедрили дорожную нейросеть. На данный момент систему запустили в столице округа Хантамансийске. Дефекты на дорогах здесь будут выявлять с помощью умных камер на автобусах. Сегодня оборудовано уже несколько маршрутов. Собранная информация о состоянии дорожного полотна передается в систему управления автодорогами. При необходимости бригада выезжает на место и устраняет все недочеты. В правительстве округа отметили, что технологию планируют внедрить и в остальных муниципалитетах региона. Югре тестируют первую партию витаминного препарата «Иммунокол». Данное средство создали специально для детей Севера. Разработкой занимали специалисты завода по производству отечественных белковых компонентов в Советском районе. Препарат подготовили на основе анализа рационов питания маленьких югорчан с учетом дефицита поступления микронутриентов. Поэтому обогатили его витамином D, йодом, цинком и железом. Главной целью проекта является профилактика инфекционных сезонных болезней у детей. Югорчан приглашают на семейный конкурс. Раз в неделю участников ждут интересные задания. Например, приготовить ужин, сходить в музей, заняться спортом или нарядить елку. Далее необходимо запечатлеть эти моменты и поделиться ими в соцсетях с хэштегом «Всейсемьей23». Каждый месяц будут проходить промежуточные розыгрыши призов. А в конце марта состоится финальное награждение самых активных семей. Их ждут особенные ценные подарки. Среди них 100 туров по России от проекта «Больше, чем путешествия». Участвовать может любая семья с детьми. Подробную информацию можно найти на официальном сайте проекта всейсемьей.рф. В Нягоне в этом году небывалый спрос на профессию сварщика. Желающих получить эту специальность в Нягонском технологическом колледже оказалось больше, чем обычно. Даже пришлось ввести конкурс аттестатов. На место в группе претендовали 48 человек. В итоге профессию осваивают 25 первокурсников. Всего же по этому направлению обучается 70 студентов. Четыре года будущих специалистов Нягонского технологического колледжа учат читать чертежи, разбираться в свойствах металлов, способах сварки и методах их применения. Профессия сварщика сегодня одна из наиболее востребованных и важных в промышленности. Амбициозные студенты колледжа не просто учатся сварке. Они готовятся покорять вершины на региональном чемпионате по профессиональному мастерству. Среди них студентка третьего курса Мария Зайцева. В будущем году Нягонька будет бороться за звание лучшего сварщика на региональном конкурсе профмастерства. Знаний и навыков Марии сегодня хватает для того, чтобы составить достойную конкуренцию парня. За эти три года я набралась очень большого опыта. Я многому научилась. Я умею творить практически во всех положениях. Также разные типы соединений. Если все получится, все так, как я хочу, то я постараюсь получить хороший разряд и пойти работать как раз-таки по специальности. Пригласили на кастинг года два назад и потихонечку мы начали ее готовить. Она уже на такой стадии, что если взять, она получается в своей группе ВГС-21 лидер по сварке, по технологии выполнения. У нее получается лучше всех. Она уже все знает, как и что делать. У меня на этом все. О развитии событий в следующих выпусках далее на телеканале Югра Погода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok